Вот смотрите, психология разрушения психики. Слушайте. Жажду средств наночных равнин. Забыть жажду. Жажду средств наночных равнин. Понимаете, он по природе едет. Говорит, ямщик не гони лошадей. Мог бы отвлечься. Но он говорит, не надо мне по природе уже ехать. Мне ничего не надо. Я ничего не хочу. Все. Память мой злой властелин будет минувшая вновь. Это что значит? Это значит безнадега. Человек не может уже жить дальше. Все. Потому что природа ему не нужна. Люди вокруг не нужны. Он не может ничего забыть. Он сосредоточен только на том, что ему больно. Его сосредоточен обестачивает его. Он сначала теряет сон, потом теряет еду и потом теряет себя. Есть выход? Это просто знание. Ты понимаешь вот в этом состоянии, что тебе надо куда идти? На природу. Пытаться забыть. Ты не можешь забыть. Но ты просто. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Как это? Надо меньше пить. Надо меньше пить. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Что-то надо делать. Понимаешь, ты идешь по природе. Смотришь, что птицы. Они мне не нравятся. Ничего. Я хочу вот это. Ничего. Надо смотреть. Интересно. У меня была ситуация лет где-то 12 назад. Был стресс тяжелый. Я уже молился серьезно в это время. И молитвой мог даже побеждать судьбу. Но у меня не получалось отвлечься. Я все равно по ночам думал. Хоть и во время молитвы отвлекался. Но полностью не получалось. Я не знал, что же делать. И я как-то неосознанно пошел по лесу. Просто шел, 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 шел. И вдруг обнаружил, что я успокаиваюсь. То есть не отвлекаюсь, а успокаиваюсь. Как будто я насытился чем-то, и мне стало спокойно. Представляете, контакт с матерью, с землей. Это же мать, она успокаивает. Бо я мать успокаиваю. И до меня дошло, что оказывается, вот не только молитва помогает. Нужно еще учиться любить людей, любить природу. Потому что это все энергия Бога. И они по-разному действуют, эти энергии. Допустим, любовь к людям, она дает прибежище человеку лучше, чем любая психологическая помощь. Потому что почему люди к психологам стали ходить? Потому что друзей нет. Понимаете, не к кому идти, пошла к психологу, деньги заплатила. Но кто за деньги тебя любить будет? За деньги это любовь, что ли? Любовь, она бескорыстная, понимаете. То есть ты пришел к близкому человеку. Вы скажете, он мне ничего не скажет, у меня нет таких разумных. Опять отсутствие знания. Знаете, что Господь живет в сердце каждого человека. И если... квалификация. Если человек любит людей, по-доброму к относится, и вас любит, если человек... Он начнет вам говорить, и в это время в его слова включается Бог. Это удивительно знать, что так действует Господь. И Он вам скажет просто через человека, который тебя любит, всю правду. Тебе не нужен психолог. Ты узнаешь от того человека, который тебя любит, всю правду. Причем какую правду? Которую ты сможешь перенести. Потому что некоторые психологи говорят, да, не вернется. А ты не можешь этого перенести. И ты думаешь, аааа, не вернется. Я знал такую ситуацию. Человеку астрологу говорит, да, не вернется. А человек не мог это слышать, понимаете, в это время. Ему не надо было такое говорить. И друзья ему говорили, да, не волнуйся, все будет хорошо. Друзья говорили. Хотя знали, что ничего хорошего не будет. Почему? Потому что они его любили. А астрологам по барабанам деньги заплатили. Ему же главное правду гнуть. Ну, правда такая, что не вернется. Вот. Он не любит. А человеку нужна любовь, просто поддержка нужна была. Ему нужна была правда. Хоть он шел за правдой, ему нужна была поддержка. Но он этого не знал сам. И друзья говорили, да, вернется. И после этого представлять, что произошло. Этот человек ненавидел потом астролога. Хотя астролог сказал правду. Он не хотел его видеть. А друзей всегда любил, которые ему говорили неправду. Он всю жизнь говорил им благодарен, спасибо вам, что вы тогда меня поддержали. Это астролог говорит, никому не ходите к нему, никто, он не приносит счастья, этот человек. Видите, очень важно знать, что человеку нужна доброта, когда ему тяжело. Именно доброта, не знание, не то, что, как, что делать там. Доброта нужна. Это главное, что человеку нужно. В этом мире огромном, как в городе живем я и ты. Не хватает тесла, не хватает тесной доброты. Будем вместе учиться друг другу беречь и любить. Будем вместе учиться друг другу, как звезды святые. А вот сейчас послушайте внимательно. Время нашел и смазать. Сегодня запоют ветра. Давайте другим всегда. Друг другу жива старая. Смотрите, когда человек чувствует доброту, что начинает? Природа оживает. Месяц свои блески по лугам рассыпал. То есть месяц живым стал, он рассыпал блески свои. Стройные березки, стройные березки, шепчут что-то липам. А жили березки с липами. Видите, зимой запоют ветра, они поют ветра, да? Весной там зашумит вода. Давайте друг другу желать добра. Когда мы желаем добра, все оживает. Мы видим, что мать, природа, земля живая. Начинаем видеть, да? Чувствовать ее, что она живая. Вот не зря вот в этой песне, которую вчера слушали, сравнивается брови с птицами, да? И так далее. То есть сарафаны леса в оборках рек, да? То есть она живая. Мать, земля живая. Почему? Потому что когда человек любит, у него все оживает. Земля оживает. Солнце живым становится. Понимаете? Вот когда все оживает, это признак того, что вы скоро победите свою судьбу. Это значит, что скоро вернется муж. Скоро раздоры пройдут. Потому что вы начали видеть энергию любви вокруг себя. А пока вы не видите, пока им чик, не гони лошадей, мне некуда больше списышить, мне некого больше любить, а память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Сделайте кому-то что-то хорошее в этом состоянии. Вот хотя бы кому-то. Перестаньте думать только о себе.